здравствуйте дорогие рукодельницы я очень рада вновь с вами встретиться за окном осень второй месяц осени у кого-то осень правда а у нас уже настоящая зима то есть у нас после сентября сразу началась внезапно зима не верите не верите когда смотрите вот такая вот зима у нас смотрите сколько снега с 1 октября как выпал снег так и не тает но в любом случае все-таки осень и и поэтому я вас сегодня приглашаю на мастер-класс по вязанию вот такого вот осеннего снуда такой вот осенний смут у меня получился вязала я его из секционной пряжи чуть попозже покажу и расскажу как его вязала длина его 68 сантиметров это скажем два раза по 68 и зала я его одним полотном не в круговую и потом вот здесь вот сшивала как сшивала тоже потом покажу получился вот такой вот яркий красивый снуд снуд в два оборота два оборота но сейчас я вам немножко продемонстрирую как он смотрится традиционная примерка вот когда так вот он будет смотреться вот два оборота в принципе можно его при желании накинуть на голову если прохладно как у нас минус 4 сегодня так что как раз вот так вот он выглядит вот такой вот снудик у меня получился хотела я его связать платочной вязкой но он какой-то сильно толстый получается и поэтому я не стала использовать платочную вязку а взяла вот такой вот простой очень простой диагональный узор вот ну и вот так вот оригинально собственно получилось но это еще не все у меня еще будет кое-что из такой пряжи но это пока маленький секрет и открою я вам его буквально в ближайшие дни пока наберитесь терпения и давайте свяжем вот такой вот снуд приглашаю за стол и я вам расскажу более подробно как я его вязала и так для вязания нам потребуется 300 грамм вот такой вот пряжи ализелана гол ботик состав пряжи 51 процента акрила и 49 процентов шерсть моточек 100 грамм 240 метров 3 300 грамм нужно 3 ма . понадобится спицы номер 4 я использовала на леске так и непосредственно по узору так как я уже сказала что вязать я не стала платочная вязка изначально хотела платочная вязка связать попробовала образец мне показалось что слишком толстым получается но и лицевую гладью я тоже не захотел вязать поэтому я выбрала вот такой вот очень простой узор вот такие вот диагональные полоски вот оригинально смотрится в общем то и связала этим узором сейчас я покажу как он вяжется мы с вами свяжем образец еще что хотела сказать смотрите секционная пряжа она разная в некоторых длина вот нити вернее переход нити с одного цвета на другой то есть ниточка промежуток короткий но в этой пряжи промежуток перехода одной одного цвета в другой очень большой ответите сколько я провязала одним цветом затем другим там 3 переходит четвертый и так далее вот и не все моточки одинаково начинаются то есть с одного и того же цвета поэтому мне пришлось что вот чтобы как бы они полоски вот так вот чередовались ну там которая пошире которая там поуже это не так важно получилось в общем я что делала один моток я перематывала то есть отматывала ниточку сначала чтобы мне подогнать вот под тот цвет на котором у меня закончился первый моток но и третий моток третий моток у меня общем-то ушел неполный вот там не пришлось вообще кромсать нитку поэтому разрезала на несколько частей но и не стала длиннее вязать потому что мне как бы вот длина это устраивает по ширине он 37 сантиметров в диаметре у меня получился 68 сантиметров то есть видите он же круглый получился да то есть вот если так измерять то 68 сантиметров вот но и плюс еще общая общий вот общая длина сто тридцать шесть до выходит 68 68 так но и вязала я его одним полотном и затем сшивала вот здесь вот у меня получился шов шов такой вот он как бы он переходит один цвет в другой тут немножко и он особо то незаметный как бы такой вот ровненький получился вот собственно так я его вязала и сейчас мы с вами свяжем образец этого узора и я потом покажу как выполнить вот этот вот шов завершение когда вы уже свяжите желаемую длину и так вяжем образец раппорт узора состоит из 6 петель я набрала 12 петель плюс 2 кромочных то есть два раппорта и вяжем первый ряд узор очень простой кромочную снимаем 3 лицевых и 3 изнаночных 6 петель это один раппорт и снова повторяем 3 лицевых и 3 изнаночных и вяжем до конца ряда кромочная так 2 все четные ряды мы вяжем по рисунку с лицевую над лицевой и изнаночную над изнаночной третий ряд у нас будет идти вот смещение вот этих вот полосок то по диагонали кромочную снимаем и вяжем уже не 3 а 2 лицевых 2 лицевых так дальше 3 изнаночных и до конца ряда вяжем 3 лицевых и 3 изнаночных так и в конце ряда у нас будет одна лицевая и кромочная то есть полоска идет по диагонали она смещается вот так вот так поворачиваем и по изнаночки по изнаночной стороне вяжем по рисунку пятый ряд начинаем кромочная 1 лицевая и 3 изнаночных и затем до конца ряда чередуем 3 лицевых и 3 изнаночных и в конце ряда у нас будет 2 лицевых и кромочная и кромочная 7 ряд мы уже начинаем кромочная и начинаем с изнаночной 3 изнаночных и дальше чередуем 3 лицевых и 3 изнаночных 3 лицевых и 3 изнаночных и 3 изнаночных до конца ряда и в конце ряда у нас будет 3 лицевых и кромочная 9 ряд кромочную снимаем 2 изнаночных и дальше до конца ряда 3 лицевых и 3 изнаночных то есть им меняется только в первом как бы в начале ряда вот идет а так до конца ряда так и вяжем что 3 лицевых и 3 изнаночных чередуем и в конце ряда у нас будет 3 лицевых изнаночная и кромочная и 11 ряд кромочная 1 изнаночная и до конца ряда 3 лицевых и 3 изнаночных 3 лицевых и 3 изнаночных так и в конце ряда у нас получится 2 изнаночных 2 изнаночных и кромочная и дальше узор повторяется с первого ряда вот такое вот смещение идет полосочки так вот по диагонали идут так вот видите как вот таким вот образом вот они идут по диагональке он как бы двухсторонний что с лицевой что изнаночной стороны он одинаково смотрится вот такой вот красочный получился шарф так когда мы полностью связали всю длину последние петельки мы не закрываем и важно чтобы у нас закончилось вязание точно так же с начала раппорта как мы и начинали 3 лицевых 3 изнаночных то есть вот провяжите точно чтобы закончилось точно так же как и первый ряд последний ряд был так такой же как первый ряд вот чтобы когда мы начнем сшивать соединять вот эти вот шарф наш чтобы у нас рисунок совпал когда мы будем соединять нужно чтобы он был не перекрученный чтоб ровно получился так и аккуратно раскладываем обе стороны и приступаем вот и выполняем здесь вот шов сейчас я покажу как он делается чтобы у нас получилось так вот ровно красиво и незаметно шов чтобы шов был хирургический красивый и ровный ниточку я оставляю подлиннее вот этот вот кончик для этого нам понадобится иголочка широким ушком вот я ниточку уже в дело и выполнять и сшивать мы будем таким образом так а вот у нас первая петля кромочная да и вот здесь кромочная дальше петельки должны у нас совпадать вот эти вот три лицевых 123 они должны совпать совпасть вот с этими тремя лицевыми вот они вот кромочная у нас петля вот они вот кромочные вот петельки их видно да вот они кромочные вот мы будем сшивать вот в эти петельки так маленько подтянуть здесь что так подхватываем вот эту вот петельку кромочную и протягиваем ниточку в нее таким образом протянули и сняли затем берем вот с верхней да вот это у нас будет нижняя это верхняя тоже подхватываем вот эту вот кромочную и тоже ниточку протянули как бы закрепили дальше снова спускаемся в нижнюю и вводим иголочку вот сзади наперед вот за заднюю стенку вперед вот таким образом протягиваем ниточку и петельку сбрасываем затем поднимаемся вверх в петельку напротив вот она у нас 1 лицевая вот в эту петельку снизу вверх протянули опускаемся в следующую петельку сверху вниз вот так вот вторая петля у нас сверху вниз протянули и снова возвращаемся в эту же петельку вот в первую вот таким образом вот тоже за заднюю стену вот как бы сзади заходим вот так протянули так вот одну петельку соединили снова следующая петелька лицевая за заднюю стенку вот так вот иголочку вкалываем петельку сбрасываем поднимаемся вверх в ту петлю вот в первую вот в эту в первую петлю в которую мы опускались в нее протянули и опускаемся в следующую петлю так не вот она следующая петля опустились и вот в эту петельку которую мы сбросили снова следующую петлю вводим иголочку петельку сбрасываем снизу вверх возвращаемся в ту в петлю в которую опускались протягиваем иголочку и возвращаемся сверху вниз следующую петлю третья петля и снова в ту петлю вот в первую которую мы сбросили спицы со спицы понятно да снова подхватываем следующую петельку сбрасываем снизу вверх возвращаемся в ту в петлю которую опускались вот она у нас и опускаемся в следующую петлю снова подхватываем эту петельку которую мы сбросили со спицы и следующую снимаем со спицы эту петельку снизу вверх в ту в петлю в которую мы опускались и опускаемся в следующую и вот таким вот образом петля в петлю мы выполняем шов то есть у нас петельки должны все вот прям совместиться это не спеша нужно делать не торопиться чтобы все ровненько получилось следующая петля снова возвращаемся в ту в петлю которую опускались так вот она и опускаемся в следующую петлю сверху вниз подхватываем эту петельку и дальше следующее и вот так не спеша сшиваем вот как бы лицевые сошлись изнаночные да сейчас вот лицевые у нас начинаются петельки снова эту петельку подхватываем вторую петлю снизу вверх возвращаемся в первую и опускаемся во вторую снова подхватываем эту петлю и затем следующую окна вот таким вот образом нас будет ровненько и аккуратненько продолжаем сшивать вот петельки лицевые совпали изнаночные эти лицевые аккуратно аккуратно не спеша соединяем и по изнаночной стороне он тоже будет вот такой вот ровный и незаметный и продолжаем выполнять вот сшивать до конца ряда ну вот и все вот такой вот шов получился когда сшиваете сильно не стягивайте кончики заправляем остается сделать влажную тепловую обработку можно просто постирать его и шар готов к использованию вот такой он у меня получился яркий осенний хотя у нас на дворе уже настоящая зима ставьте класс если вам понравился этот шарф снуд пишите комментарии также можете посмотреть как вяжется шарф труба на моем канале и сегодня я с вами прощаюсь всем пока и до новых встреч до новых встреч